Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. О новой системе оплаты электроэнергии будем говорить сегодня. Как рассчитываются суммы за потребленную электроэнергию? И всем ликвитанциям нужно верить. В нашей студии заместитель директора предприятия «Самара Гор Энергосбыт» Олег Приходкин и заместитель директора по правовым вопросам Дмитрий Кирсанов. Здравствуйте, Олег Валентинович, Дмитрий Борисович. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта новая система оплаты за потребленную электроэнергию, когда она была введена и в связи с чем? Почему? Потому что платили, платили, все было отработано. Схема. А сейчас что поменялось? Я начну. В соответствии с действующим законодательством, плата за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, вносится ежемесячно. В целях повышения информированности граждан-потребителей о состоянии расчетов за электрическую энергию, гарантирующий поставщик электрической энергии «Самара Гор Энергосбыт» начал осуществлять планомерный переход на выставление счетов граждан-потребителям. Важно, что оплата должна производиться до 10-го числа месяца следующего за истекшим. Важность оплаты обусловлена тем, что от этого зависит качество поставки электрической энергии и надежность энергоснабжения. Тут уже стратегический такой подход. Ну, безусловно, ведь совокупность расчетов формирует довольно-таки большую сумму уже взаимных наших расчетов с генерирующими сетевыми компаниями. Поэтому качество и надежность поставки обеспечивается, безусловно, всеми потребителями. В этой связи было принято решение о планомерном переходе на выставление счетов за поставленную электрическую энергию. Первоначальные пилотные счета были сформированы с учетом имеющихся у гарантирующего поставщика показаний приборов учета, а в случае их отсутствия, например, непредставления потребителям либо отсутствия у него прибора учета, были сформированы с учетом среднемесячного объема потребления коммунального ресурса либо по нормативам потребления. Понятно. Дмитрий Борисович, хочу вас сразу уточнить. В связи с переходом на новую систему оплаты, возникли у потребителей какие-то проблемы, вот что касается их прав, может быть, что-то нарушено было. Потому что вот была такая нашумевшая история, что получили квитанции люди с завышенными счетами за электроэнергию. Вот как произошел этот переход? Ну, я, наверное, сначала должен пояснить о том, что расчеты с потребителем осуществляются либо по показаниям приборов учета, если они имеются у гарантирующего поставщика. В случае отсутствия таких показаний действующее законодательство требует производить расчеты не одним из расчетных способов. Это либо по среднемесячному потреблению потребителя, если показания когда-то были, либо по нормативу, если показаний не было вообще. В связи с этим, да, действительно возникли ряд вопросов у граждан-потребителей, связанных с тем, что показания, либо показания, либо суммы в счетах были завышены с точки зрения потребителей. Тем не менее, проверка системы биллинга выставления счетов таких нарушений не выявила у гарантирующего поставщика. Подобные проблемы возникают либо при отсутствии данных о потребленной электрической энергии, то есть потребитель не давал показания, либо показания давались неверно. Очень важно отметить, что показания необходимо представлять с учетом значности счетчика. То есть если 4 знака, то 4 цифры, если 5, то 5. Очень часто при 5-значных, 6-значных показаниях приборов учета сначала передают 5 знаков, через какое-то время, с учетом того, что потребители не всегда передают показания ежемесячно, передается 4 знака после... Ну, 4 знака... Вот 4 знака, вы говорите, это последние цифры, если попроще, да? Да, проще, это последние цифры счетчика. У счетчика есть паспорт. В паспорте указано, скольки значены у вас приборы учета, и от этого зависит, конечно, правильность. В связи с этим гарантирующий поставщик считает, что первоначально у нас были данные о том, что потребление было больше, затем показания уменьшились. Ну, так называемый перекрут счетчика, переход через ноль. В связи с этим возникают ситуации, когда действительно выставляется повышенный, скажем так, счет. При этом ничего страшного в этом случае не происходит. Если потребитель видит, что счет завышен, что показания не его, что объем не его, мы рекомендуем в этом случае обратиться в нашу организацию различными способами. Способы, указанные в информационном счете, я думаю, что мой коллега более подробно на них остановится. В случае обращения к нам, любым из указанных способов, происходит выверка расчетов, в случае необходимости проверка данных показаний приборов учета, выставляется новый счет, все, дальше мы уже живем в рамках логики того, что показания потребитель начинает представлять правильно. Олег Валентинович, Вы сказали, что платить нужно каждый месяц, но понятно, что не все платят. Вот снимают показания каждый месяц, идут, относят, ждут квитанцию, платят. Вот если мы по квартплате даже сравним ситуацию, но не все платят, это понятно. Скажите, пожалуйста, пени или какие-то штрафные санкции за неуплату, вот срок в срок, до 10 числа каждого месяца, насчитываются или нет? Или пока это просто копится сумма? Сейчас мы не предъявляем никаких штрафных санкций, либо пени. Мы предлагаем всем нашим потребителям в течение полугода разобраться в этой ситуации. И я повторюсь, что полученные счета, сам по себе счет, это информационный документ, в котором указаны сведения о расходе электрической энергии, по нашим данным, и действующий тариф на электрическую энергию. Если потребитель не согласен с этими сведениями, мы приглашаем привести сверху взаиморасчетов и внимательно разобраться в каждом случае. А при первом же обращении потребители, которые длительное время не представляли гарантирующему поставщику показания приборов учета, либо сведения о количестве зарегистрированных граждан в их жилом помещении для расчета по нормативам потребления, предоставляя нам эти данные, получали от нас уточненный счет на оплату, квитанцию с фактическими сведениями о расходе электрической энергии. Понятно. Дмитрий Борисович, вот как специалист по правовым вопросам, вот бывают такие ситуации. Есть у семьи счетчик, они платят по нему, который установлен обычно в подъезде. Потом происходит авария, так скажем. Счетчик сгорает, выгорает. Вот какое-то время назад, это была частая история, даже неизвестно в связи с чем. Кто должен в результате устанавливать новый счетчик, за чей счет? Или вот можно в такой ситуации переходить на расчет по нормам, если у тебя нет счетчика. Вот как в этом всем разобраться? Ну, смотрите, действующее законодательство вообще предусматривает необходимость расчета по показаниям приборов учета, то есть по счетчику. Если счетчика нет, закон говорит о том, что вы должны его восстановить. То есть учет должен быть восстановлен. Понимаете, сейчас поясню. Дело в том, что норматив, он, как правило, берет завышенный коэффициент потребления, и по нормативу у вас всегда будет больше. То есть есть интерес и выгода в том, чтобы быстрее установить этот счетчик и платить нормально? В соответствии с законом есть 60 дней на восстановление учета. А если нет? Вот не восстановил потребитель электроэнергии, он думает, что это не по его вине произошел вот этот вот сбой, авария, и он не устанавливает и ждет. В этом случае потребителю необходимо обратиться либо в ту управляющую компанию, которая его обслуживает, но тем не менее требование законодательства говорит о том, что счетчик должен быть заменен самим потребителем. То есть счетчики, как правило, относятся к зоне ответственности потребителя. Вот, теперь понятно с этой ситуацией, потому что на самом деле есть люди, которые говорят, не по моей вине сгорело, и почему я должен это все оплачивать, и ждут, и ждут, и копят свои долги. Ну, в этом случае я бы им все-таки посоветовал установить причину, если это вина не их, а чья-то, значит, обратиться с соответствующими требованиями к тому лицу, которое несет ответственность за содержание внутридомового имущества. Та же управляющая компания, наверное. Та же управляющая компания, ТСЖ, как правило, либо непосредственные формы управления, такие тоже встречаются. И в этом случае потребует замен, потребует устранение. Олег Валентинович, скажите, пожалуйста, как вообще рассчитывается плата за электроэнергию? Вот какая схема существует? Вот если вот не вдаваться в такие вот длительные математические расчеты, ну, просто чтобы потребитель понимал. Вот он предоставляет данные счетчика, и дальше какой расчет? Потому что мы живем в такое время, когда все дорожает, да? Вот мы получаем квитанцию, и каждый раз уже не на тех цифрах останавливаемся, которые были прежде, а все больше, больше и больше. И нам необходимо понимать, почему этот рост происходит. Смотрите, счетчик электрической энергии фиксирует фактически, ну, актуальные, действительные показания прибора учета потребителя. Предоставив их нам, а также свои предыдущие показания, мы вычитаем, определяем расход электрической энергии за период времени у конкретного потребителя. К этому периоду времени применяется действующий на этот период времени тариф на электрическую энергию. Тариф утверждается Министерством энергетики ЖКХ Самарской области. Следовательно, расход, применив к тарифу, мы получаем стоимость потребленной электрической энергии потребителям. Я бы отметил, важно отметить то, что те потребители, которые еще не начали получать информационные счета на оплату электрической энергии, важно также им продолжать производить оплату фактически потребленной ими из расхода на электрической энергии по ранее выданным и действующим расчетным книжкам. Вот здесь с тем, что произошел этот переход на новую систему оплаты, какая сегодня информационная работа проводится? Вот что важно донести до людей, чтобы они понимали? Или, в принципе, ничего тут такого сложного и сверхъестественного нет? Вот информационная составляющая какая? На самом деле ничего здесь нового нет. Требования о том, что потребитель обязан предоставлять показания приборов учета и оплачивать до 10-го числа, они содержатся в нормативных актах уже достаточно давно. Мы лишь начали выставлять информационные счета для того, чтобы потребитель имел возможность проверить порядок, начисленный ему потребленной электрической энергии, и оплатить ее. Вот информационные счета, что это, они в каком виде приходят? Потому что не все получили действительно. Давайте я вам покажу. Давайте посмотрим. Вот счет на оплату электрической энергии пришел в таком виде. Здесь мы обратили внимание потребителей на важность оплаты, ну это счет за АВГС до 10-го сентября, то есть как это предусмотрено действующим законодательством. Потребитель, разворачивая счет, мог прочитать обращение к нему, где гарантирующий поставщик постарался донести, для чего мы начали изменять формат взаимодействия между нами, и предложить потребителю выбрать комфортные условия взаимодействия с нами. Ведь вот сейчас, мне кажется, самое важное на первом этапе действительно выстроить комфортный формат взаимодействия между предприятием, поставщиком электрической энергии и потребителем электрической энергии. Переходный период всегда длится какое-то время. И сейчас каждый из потребителей, наверное, найдет для себя из тех различных способов, разработанных нами для различных категорий потребителей, способов передачи показаний приборов, учетов, способов оплаты. Удобный, но преимущественный для себя способ взаимодействия. И дальше все пойдет довольно-таки комфортно и удобно. В квитанции здесь представлены сведения о потребителе электрической энергии, о месте потребления электрической энергии и о сумме начислений. В отрывной части квитанции указаны все способы передачи показаний приборов, учета, а также отрывное поле, заполняя который потребитель сообщит нам текущие показания прибора учета. Если он выбрал, скажем так, неудаленный канал взаимодействия обслуживания, как там сеть интернета, электронные почты, смс, ему, ну это в основном характерно для пожилых категорий граждан, заполнил сведения ручным способом и передал их нам. А вот что касается через интернет, это значит, существует сайт, на который можно зайти, зарегистрироваться. Да, необязательно. У нас есть различные способы передачи показаний приборов в учет. Я повторюсь, действительно, для удобства различных категорий граждан. Смотрите, у нас... Нет, конечно, вот удобно. Как можно передать показания сегодня, да, то есть если вы наш потребитель. У нас есть бесплатный многоканальный телефонный номер. Он работает в рабочие дни, но сейчас в связи с увеличившимся количеством посетителей и обращений к нам, количество линий сейчас там увеличено до 20. То есть, ну... Дозвониться можно. Дозвониться... Многие очень дозваниваются к нам. Вы можете передать показания, заполнив отрывную часть квитанции и опустив их в один из специальных ящиков для приема показаний. А где они, эти ящики? Сейчас эти ящики расположены в отделениях гарантирующего поставщика, в 10 отделениях гарантирующего поставщика со следующего расчетного периода. То есть мы рекомендуем передавать показания приборов в учет с 15 по 25 число ежемесячно. Вот важно. К 15 октября ящики планируются к размещению в более чем 35 местах. Это управляющие компании. И наши ящики будут размещены для удобства потребителей рядом с нашими коллегами. А как их распознать? Вот эти ящики, там что-то будет написано? Конечно, они будут содержать нашу идентификацию. То есть там все будет написано, потребители не ошибутся. Они могут заполнить квитанцию, потребную часть отрезать, либо оторвать и опустить в этот ящик. То есть мы обязательно обработаем эти показания. И при получении следующей квитанции потребитель увидит передние свои показания. А вот через интернет все-таки. И вот удаленные каналы. Самый легкий, наверное, способ. Удаленные каналы обслуживания. Смотрите, какие они есть. Есть интернет-сайт гарантирующего поставщика, самгэс.ру. На нем можно без регистрации передать показания. Есть адрес электронной почты. Показ.собачка.сангэс.ру. С соблюдением формата данных можно передать показания по этому электронному адресу. И есть также смс-сообщение. То есть без взимания дополнительной платы, то есть это по тарифу сотового оператора, тоже с соблюдением формата, можно передать удаленно по смс. Но я оставил напоследок самый удобный способ, на мой взгляд, это сервис «Личный кабинет», разработанный гарантирующим поставщиком. Вот тут уже нужно зарегистрироваться, наверное, да? Если личный кабинет. Но зарегистрироваться удаленно, без посещения гарантирующего поставщика. Зайдя на наш сайт и перейдя в раздел «Для бытовых потребителей», вы можете зарегистрироваться удаленно в личном кабинете. Чем хорош так личный кабинет? Личный кабинет позволяет произвести удаленно сверху взаиморасчетов с гарантирующим поставщиком, без посещения нашего отделения, передать показания приборов в учет, оплатить электрическую энергию без комиссии. С карточки, наверное, да? С карточки, да, с банковской карточкой. То есть система платежей, да, она также защищена, отвечает всем необходимым требованиям. То есть, ну, это довольно-таки удобно. Все для того, чтобы людям было удобно платить. И вот сделано, да, вот прям очень много вариантов. Безусловно, не останавливайтесь, мы развиваем нашу инфраструктуру, просто, ну, это тоже планомерный некий этап времени потребуется. Понятно. Вот, Дмитрий Борисович, что бывает, так скажем, со злостными неплательщиками? Какие есть вот самые такие санкции, вплоть до, может быть, выселения из квартиры, там, можно ли сегодня отрубить электричество, что-то вот, что будет, если долго и настойчиво не платить? Ну, если долго и настойчиво не платить, то самая, наверное, сильная санкция, которая может быть применена к неплательщику, это введение ограничений режима потребления электрической энергии. То есть, ну, по-простому говоря, это отключение. Ну, отрубить здесь, наверное, не получится, технические способы несколько более гуманные, но, тем не менее, такая форма есть. Как правило, ну, арест имущества мы не производим, это прерогатива судебных приставов исполнителей, это если уже мы обращаемся в суд, суд выносит решение, оно вступает в законную силу, мы получаем исполнительный лист, после этого принудительные способы взыскания, они применяются совместно с судебными приставами. Вот Олег Валентинович сказал, что сегодня переходный период, много обращений, и я так подозреваю, что, наверное, есть какие-то претензии. Вот что сегодня, с чем к вам обращаются, вот относительно, вот, защиты каких-то прав в отношении потребительских? Какие претензии или что? Что вот людей настораживает? Тут даже не столь претензии, сколько вопрос, что случилось. То есть, почему вот я это получил, почему я такой вот счет получил, что мне с этим делать? Поэтому уделили большое внимание, в том числе, обслуживанию потребителей, разместили дополнительных консультантов в отделениях, сделали возможность как-то вот немножко этот поток, ну, распределять, скажем так. То есть, если это вопрос со сверкой, если это вопрос по расчетам, здесь необходимо обратиться к оператору, контролеру участка для того, чтобы провести эту сверку. Если это вопрос, почему и что вот у меня изменилось, в данном случае наши консультанты работают. И еще вот тоже вопрос поддельных квитанций. В последнее время тема становится такой острой. Появляются вот какие-то квитанции, и действительно берешь и думаешь, платить или может подождать, или кому-то вот подойти проконсультироваться. Это настоящее или нет? Вот вы как специалисты скажите, как распознать настоящую квитанцию, что должно быть в ней, и вот ненастоящую, поддельную? Ну, счет на оплату, да, конечно, не содержит в себе в каких-то знаках и степенях защиты. Тем не менее, на что мы предлагаем обращать внимание? В квитанции указаны, квитанция является защищенным документов и персональный, адресованный непосредственно потребителю. После открытия потребитель сможет увидеть персональные данные, сведения о его жилом помещении, сведения о приборе учета, установленном у него, о расходе электрической энергии. Но самое важное, самое важное, то, что квитанция содержит в себе те же самые расчетные реквизиты гарантирующего поставщика, которые были выданы и указаны ранее в действующих и действующих по настоящее время расчетных книжках. Те же самые банковские реквизиты. Ну, здесь, если позволите, можно добавить. Эти реквизиты можно проверить на нашем сайте, в сети интернет. То есть там есть реквизиты гарантирующего поставщика, можно сравнить, скажем так, тот расчетный счет указан или какой-то иной. Вот это вот, если вдруг человек давно очень не платил и не может найти какие-то данные о реквизитах нашей организации. Я предлагаю обратиться к интернет-ресурсу. Да, и там уже будет на официальном сайте, конечно, уже все точно. Скажите, пожалуйста, вот это такое вот реформирование, да, системы оплаты труда, оно вообще для чего? Предприятие беспокоит возрастающую задолженность от потребителей? Или что? Вот конечная цель вот этих вот изменений? Реформирование даже, можно сказать. Ну, конечная цель изменений – это, во-первых, соблюдение требований действующего законодательства, а во-вторых, это выстраивание с потребителем прозрачной системы расчетов. То есть потребитель передает показания приборов учета, мы видим то, что он передал, и выставление счетов производится именно за фактически потребленную электроэнергию. Не неким расчетным путем, который дает там соответствующую погрешность, поскольку все расчетные способы, они, естественно, больше, чем фактические показания приборов учета. В связи с этим… А бывают ли такие ситуации, когда фактический расход электроэнергии отличается от показаний счетчиков? Вот проще говоря, есть у нас много умельцев, которые как-то, может быть, снизят показания или еще что-то. Вот в таких случаях у вас контрольные функции есть какие-то у предприятий, что вот вы как-то все это сравниваете, отслеживаете? Ну, контрольными функциями наделена сетевая организация. Сетевая организация действительно периодически осуществляет контроль учета электрической энергии потребителями. Обманывать не стоит. Не стоит обманывать. Думать, что никто не заметит и уменьшить. Тем более вмешательство в работу прибора учета повлечет помимо того, что необходимость оплаты по фактическому расходу электрической энергии, также и повлечет штрафные санкции, если это произошло вмешательство с целью хищения электрической энергии. Понятно. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Борисович, вот из вашей практики доходят ли во взаимоотношениях с потребителями дела до суда? И какие это случаи бывают? Потому что, ну, наверное... Нет, ну, конечно, доходят. Дело в том, что мы обращаемся в суд за взысканием задолженности за потребленную электрическую. А, это вы обращаетесь? Не потребители обращаются? А вот чаще всего практика какая? Нет, чаще всего, конечно, обращаемся мы в силу того, что просто потребителей много, да? Понятно. Тем не менее, ну, наверное, есть и дела потребителей, которые обращаются к нам. Поскольку гарантирующий поставщик является как единым окном, по большому счету. То есть у вас есть договор с нами, вы оплачиваете потребленную электроэнергию нам, соответственно, все вопросы, которые возникают у потребителя, претензии, они все равно обращаются к нам. И дальше мы уже либо их перераспределяем, скажем так, запрашиваем в сетевую организацию по вопросам, которые отнесены к ее видению, либо отвечаем самостоятельно на эти претензии, вопросы и так далее. А вообще сумма задолженности города, у вас есть такие данные? Вот сколько граждане задолжали за электроэнергию? Вот это сумма. Ну, чтобы мы представляли масштаб, вот сколько не платят, допустим. Или в процентном отношении, сколько платит население, а сколько не платят. Ну, чтобы приблизительно представлять. Вы знаете, я хотел бы по этому вопросу сказать то, что платежная дисциплина в целом в городском уровне довольно-таки высокая. У нас хорошие потребители, они ответственные, дисциплинированные потребители. Но зачастую необходимо все-таки выстроить новый формат взаимодействия с гарантирующим поставщиком для того, чтобы провести вот этот сверх взаиморасчетов. Уже убедиться о том, что те показания приборов учета и ту оплату, которую они производили, она соответствует их фактическому расходу. Поэтому конкретно цифры я вам привести, наверное, не буду приводить их. Но я все-таки говорю, я хочу похвалить потребителей. Это что люди ответственные, дисциплинированные. Потому что иногда смотришь вот какие-то задолженности, за коммунальные платежи или так далее, огромные просто какие-то суммы. И думаешь, вот у кого как сравнить. Вы знаете, мне кажется очень важным говорить потребителям о том, что есть принцип взаимных гарантий и обязательств. Вот мы, ну как название наше, да, гарантирующий поставщик, самарговорный энергосбит, мы со своей стороны гарантируем потребителю качественную, непрерывную, надежную поставку электрической энергии. В свою очередь мы ждем со стороны потребителя обязательств по полной, своевременной и надлежащей оплате потребленной, фактически потребленной электрической энергии. Вот совокупность этих двух действий будет обеспечивать именно работу вот этой связки. А вот ты изучали вообще опыт в других странах, вот как они подходят к взиманию вот этой оплаты за электроэнергию? Там, может, какие-то другие подходы есть, существуют? И зависит это от менталитета людей, от системы, от экономической, может быть, даже правовой, вот что-то такое есть отличающее? Да вы знаете, различные подходы. Во многих странах более жесткие подходы к неплательщикам. На специальном счете, на квартирного дома накапливаются денежные средства, перечисленные собственниками или проживающими в данном доме, и на эти денежные средства обеспечивается поставка коммунального ресурса. В случае отсутствия денег на специальном счете, поставка коммунального ресурса прекращается. В настоящее время мы вынуждены, конечно, к тем потребителям, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязательства, ну что ж, применять какие-то меры по информированию, уведомлению их о том, что необходимо погасить накопленную задолженность. Объясняя, для чего это нужно. Да, понятно. Но вообще расценки, так скажем, растут тарифы, да? Повышаются. И вот эта разница, допустим, вот, это же происходит раз в полгода, да, повышение тарифа, по-моему? Нет, раз в год. Раз в год, да. Ну вот эта сумма, на которой повышается, насколько она такая вот увесистая, критичная? Ну, в этом году повышение тарифа произошло на 8%. А вот в денежном отношении это приблизительно сколько будет? В копейках вас интересует. Это копейки, да, получают? Ну, нет, ну, конечно, это копейки. Это, ну, если сравнивать для тариф по электроплит, то есть это порядка, там, 30 с небольшим копеек произошло удорожание. Ну, чтобы, да, представлять вот масштаб повышения. И хочется еще раз, вот, поговорить все-таки о функциях и задачах вашего предприятия. Самара, гор, энергосбыт. Вот, энергосбыт, вы, получается, посредники, вот, вы чем занимаетесь? Вот конкретно, как вы, вы говорите, вы доставляете электроэнергию потребителю. Это как происходит? Мы единое окно, да, для потребителя. Что такое гарантирующий поставщик? Гарантирующий поставщик действует в границах своей зоны деятельности, которая определена Министерством энергетики ЖКХ Самарской области. И обязан заключить договор с любым обратившимся к нему лицом, который находится в этой зоне деятельности, и осуществлять ему поставку электрической энергии на основании заключенного договора. Договор также является публичным, он сформирован с учетом требований действующего законодательства, и никоим образом не ущемляет там права, либо интересы потребителя. То есть это гарантия взаимных прав и обязанностей. То есть вы энергетики? Вот так вот. Мы энергосбыт. Гарантирующий поставщик. Смотрите, но ведь электрическая энергия покупается... Вот ваш профессиональный праздник, вы когда, в какой день отмечаете? День? День энергетики. Вот. Значит, все-таки энергетика. Да, смотрите, электрическая энергия покупается нами на условиях предоплаты, что очень важно, на оптовом рынке у генерирующих компаний, которые осуществляют выработку электрической энергии. После ее выработки электрическая энергия по электрическим сетям передается до конечного потребителя. Да, понятно. До наших квартир и так далее. И у нас остается минутка, хочется у Дмитрия Борисовича уточнить. Вы приемы проводите все-таки клиентов, потребителей, вот с какими-то конфликтными ситуациями разбираетесь? Ну, как юрист, хотел сказать, как адвокат, но специалист. Ну, в связи с тем, что все-таки я являюсь руководителем юридического направления в нашей компании, у нас, к сожалению, нету как таковых приемных дней. Мы рассматриваем все письменные обращения потребителей, которые приходят на наш адрес. То есть на каждое обращение вам будет дан ответ. Излагайте его письменно, направляйте на Гагарин 22. Конечно, в письменном виде. И срок какой ответа? Ну, чтобы знали. Мы стараемся придерживаться 30-дневного срока. Понятно. Спасибо большое за то, что пришли. Рассказали о новой системе оплаты за электроэнергию, что очень важно в наше время, потому что, как я уже, наверное, сказала, квитанции становятся все больше счетов, и важно разбираться, понимать, за что, в какие сроки нам нужно платить. Спасибо еще раз. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.